Я сегодня хотел бы поговорить о латеральной нефодисекции при колоректальном раке и в частности обсудить пошагово, собственно, то, вопросы, касающиеся стандартизации этой процедуры. Как вы все знаете, это была процедура, которая рассматривалась, что ее проводят только в восточных странах, но ситуация в том, что западные страны многие годы отказывались от этих процедур и по многим причинам мы считаем, что это операция, которая должна находиться в арсенале колоректального хирурга, в частности тех, кто занимается лечением пациентов с колоректальным раком. И, как я сказал, западные страны отказывались от этой операции. Другими словами, мы не изучали ее адекватно в рамках программ обучения. И по этой причине, когда я принял решение изучать ее, я решил отправиться в Японию и провести некоторое время с профессором Цуёши Каниши, который выйдет на фотографии. Я не мог просто изучить процедуру, просто посмотрев в учебники, почитав про нее или на какие-то презентации или встречи. Я действительно принял этот вызов, отправился в Японию с тем, чтобы понять точно, что это за процедура, каковы анатомические ориентиры и так далее. И анатомия на самом деле является ключевым моментом во время этих операций. И, как вы знаете, эта процедура касается, в частности, трех, скажем так, групп лимфоузлов. Мы говорим о верхних и нижних внутренних подвздошных лимфоузлах и о запирательных лимфоузлах. И вы видите процент положительных лимфоузлов у пациентов с ректальным раком, по данным японских авторов. Я бы сказал так, что японцы – это именно те, кто обладает самым большим опытом проведения таких вмешательств. Соответственно, когда я отправился в Японию, я действительно сначала не понимал эту процедуру. И она действительно сложна, поскольку, по сути, это операция, в которой используются, скажем так, анатомические подходы, которые мы, собственно, не изучали, если хотите. То есть важно понимать, что в ходе этой, чтобы проводить это вмешательство, вам нужно понимать всю анатомию, которая с ней связана. Я бы хотел вам показать такое пошаговое видео. Это видео, за которое мы получили, собственно, награду. И причина его создания заключается в том, что меня так беспокоило понимание этой операции до того, как начать ее практиковать, чтобы начать платеральную диссекцию делать, что для меня потребовалось очень длительное время, чтобы разобраться в этой операции. И это помогло мне создать видео, которое, по сути, детально, пошагово описывает различные этапы этой процедуры. И я надеюсь, что она будет полезна также и для вас. Итак, первый этап – это определение, идентификация мочеточника над общей подвздошной. И мы поговорим о диссекции левой группы лимфоузлов. И эта часть процедуры касается идентификации мочеточника. Итак, мы его должны идентифицировать в зоне его пересечения с подвздошными сосудами. И обычно мы накладываем сосудистую петлю, поскольку она позволяет направлять диссекцию в сторону лимфоузлов. Мы вскрываем перитоний вдоль мочеточника по направлению к ВАЗ-деференсу у мужчин и круглой связке матки у женщин. Вторая часть процедуры – это на самом деле идентификация в зоне гипогастральной фасции и ее диссекция в этой области. Если посмотреть на МРТ, и я уверен, что Светлана показала прекрасное МРТ, есть следом этой красной линии – это средняя граница области, которую мы производим. Мы следуем за мочеточником, который является самым важным ориентиром здесь, и мы идем вниз к тазовому дну в соответствующее пространство. И, как вы видите, мы обычно используем монополяр, поскольку на самом деле здесь нет каких-то важных, значимых сосудов. И можете увидеть, каким тонким является слой визикогастральной фасции. И далее хирург должен быть очень аккуратен относительно мочеточника, потому что мочеточник – это, конечно, является направляющим органом, но он приближается к зоне диссекции, поэтому нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить мочеточник на этом этапе. Соответственно, спускаясь вниз по этому слою, по этой визикогастральной фасции, спускаясь к дну комнатного таза, мы, по сути, открываем медиальную границу, медиальную часть диссекции. После завершения работы с медиальной частью диссекции вы переходите на работу с латеральной частью диссекции. И латеральная граница диссекции, ее образует наружная подвздошная вена и также мускулиспсоз и внутренние сосуды. И эти сосуды являются ключевыми структурами по определению латеральной границы диссекции. Соответственно, мы идентифицируем вену, как вы видите здесь, и опять же здесь используют только электро-каутер, поскольку нет необходимости для использования каких-то высокоэнергетических источников. И вы видите вот ткани за веной. Если мы проводим аккуратную диссекцию, мы вначале, соответственно, увидим поясничную мышцу, которая выглядит красным на видео, и после нее следует внутренняя запирательная мышца. И внутренняя запирательная мышца, как видите, вот здесь внизу, в тазу, она такая слегка беловатая мышца. Здесь нужно быть уверенным, что вы открыли достаточно пространства для диссекции, поскольку не очень удобно погружаться в такую маленькую пещерку. Нужно проводить достаточно широкую диссекцию, поэтому очень важно пройти до наружной запирательной вены, и мы легируем, часто обнаруживаем, как видите, веточку внешней подвздошной вены, наружной подвздошной вены, которая является дополнительной запирательной веной, собственно. И после того, как мы дошли до дополнительной запирательной вены, это можно посчитать, что вы достаточно хорошо дошли с точки зрения длины латеральной границы диссекции. Мы, соответственно, мы провели диссекцию по медиальной границе, провели по латеральной границе. Мы подошли, теперь мы подходим к передней границе диссекции. Передняя граница диссекции, ее образует три важных структуры. Первая важная структура – это коммуникация с паховыми лимфоузлами. Далее, там находятся запирательный нерв и запирательные сосуды. Итак, вначале мы определяем лимфатические каналы, которые связаны с паховыми лимфоузлами. Обычно я здесь ставлю клипсу, и клипсы заключаются в том, чтобы предотвратить лимфорею, а не кровотечение, как правило. Дойдя до лимфатических каналов, нужно быть аккуратным, поскольку, возможно, вы сможете увидеть запирательный нерв правильно под ними. Соответственно, постарайтесь не повредить нерв на этом этапе. После того, как вы тупым образом мобилизовали нерв, вы, скорее всего, увидите запирательные сосуды, и вы сможете заклипировать запирательные сосуды при входе в запирательный канал. Здесь нет какой-то онкологической причины для клипирования этих сосудов, Но с точки зрения технических проблем, это действительно, прикрепирование этих сосудов действительно помогает, прежде чем вы начнете проводить диссекцию веточек внутренних запирательных сосудов. То есть, по сути, мы до этого тупым образом проводим диссекцию по направлению спереди-назад, с тем, чтобы запирательный нерв совершенно вам не мешал, и, соответственно, вы его аккуратно мобилизуете, отделяете до финального этапа этой процедуры. И очень важно понимать, что мы сделали все, мы поработали медиально, латерально, поработали с передней частью диссекции, с передней границей диссекции, и, наконец, мы переходим на заднюю границу диссекции, чтобы отделить все, что там прикрепляется, и все там прикрепляется к внутреннеподвздошным сосудам, артериям, артерии и венам. И почему я здесь поместил вот это МРТ-изображение, это нужно, чтобы хирурги понимали, что на самом деле нет ничего под подвздошными сосудами диссекции, все находится над ними, все находится поверхностно относительно внутренних подвздошных сосудов, артерии и вены и всех их веточек. И, соответственно, вы видите, что латеральный, внутренний подвздошный компартмент и запирательный компартмент, они оба находятся над внутренними подвздошными сосудами. Соответственно, все, что мы должны сделать, это самая такая трудозатратная часть диссекции, И самое тщательное, и самое сложное, поскольку нужно, на самом деле, найти все веточки внутренних подвздошных сосудов. Артерия и вена, они имеют массу анатомических вариаций. Здесь нужно быть очень аккуратным, очень сложно назвать эти сосуды в ходе диссекции. Я могу вам, скажем так, могу вам предложить такой вызов, что попробуйте назвать все сосуды после полной их диссекции. И одна из артерий, по крайней мере, одна веточка, это достаточно частная, достаточно стабильная веточка, которая множится, это пупочная артерия. Пупочная артерия становится для вас некой направляющей, и которая позволяет вам манипулироваться этой артерией, как видите вот здесь на видео. И она дает вам доступ ко всем веточкам подвздошной артерии. После того, как вы провели диссекцию пупочной артерии, нужно быть осторожным, чтобы выделить верхнюю визикальную артерию. И далее мы подходим к стволу внутренней подвздошной артерии. Потом нам нужно аккуратно выделять и провести диссекцию всех ее веточек. И то, что я хочу вам сейчас показать, поскольку сложно продемонстрировать это во время доклада, вот здесь вы видите границы. Посмотрите, это наружные подвздошные сосуды. Мы видим запирательный нерв. Мы видим пупочную артерию, которая четко нам показывает, мы видим внутреннюю подвздошную артерию. Мы видим вену, которая слегка медиальна относительно артерии. И нет ничего под этими сосудами с точки зрения диссекции. Вы видите некоторые веточки, которые отходят от пупочной артерии непосредственно к пупочевому пузырю. И также мы видим полную зону диссекции нижней визикальной артерии и артерия пуденда. И теперь представьте, что диссекция завершена. И это то, что вы видите в конце операции. И на самом деле здесь ничего особо сложного. Нужно быть очень аккуратным и очень тщательно отделять и выделять все эти структуры. Большинство метастазов связаны с нижними визикальными артериями. Здесь нужно быть очень аккуратным. Нужно стараться идентифицировать все эти веточки, как я вам показывал на видео. И это не такая простая процедура. То есть, нечего особо технического, если хотите. Здесь очень важно понимать анатомию. И для тех из вас, кто не слишком знаком с этой процедурой, я настоятельно рекомендую поработать в лаборатории с трупным материалом. Это очень полезный материал для изучения этой процедуры. По сути, вы можете провести точно такую же операцию, как если бы вы работали на пациенте. Вы можете вот это трупная диссекция. И оно вам дает очень хорошие, очень интересные и анатомические, скажем так, ориентиры и понимание, собственно, самой процедуры. Есть несколько аспектов, которые я хотел бы с вами поделиться. Во-первых, нужно постараться получить единый образец, извлекать все в единым блоком, гидом препарате. То есть, не нужно проводить диссекцию с удалением, скажем так, препарата по кусочкам. И второй момент. Если вы видите подозрительный лимфоузел, как видите, здесь слева на экране с лимком на МРТ, это один год большой лимфоузел. То есть, соответственно, после диссекции иногда нужно быть очень аккуратно, посмотреть на него в препарате. Когда я получаю макропрепарат, я обычно оцениваю микропрепарат сначала сам, чтобы понять, что мы действительно удалили то, что мы и планировали. И для меня это очень важный вывод, важное сообщение. Потому что иногда я удалял всю клетчатку, но я не был полностью уверен, что я удалил нужный лимфоузел. И в одном случае, на самом деле, я в итоге с удивлением увидел, что сам лимфоузел все еще находится около нижней физикальной артерии до окончания операции. И поэтому я, собственно, успел вернуться, скажем так, и удалить все-таки этот лимфоузел. Таким образом, я думаю, что Светлана вам показывала, что радиологи играют здесь очень важную роль. Они фактически как GPS для нас относительно подозрительных лимфоузлов. Если вы знаете, где находится подозрительный лимфоузел, вы его можете поискать во время операции после удаления макропрепарата с тем, чтобы быть уверенным, что, соответственно, подозрительный лимфоузел тоже, собственно, был удален. В качестве вывода можно сказать следующее. В ходе проведения операции мы проводим, удаляем макптораторные и внутрепозрительные лимфоузлы. Не нужно удалять все лимфоузлы тазового дня. Нужно удалить именно конкретную группу вот этих лимфоузлов. Нужно проводить орган, сохраняющий операцию с точки зрения нервов. Очень редко бывает ситуация, когда необходимо пересечь нервы, и выявление нервов является очень важным анатомическими ориентирами. И также, что нужно делать, это следовать за анатомическими ориентирами. Я считаю, что эта операция лучше проводится при использовании минимально инвазивных вмешательств, а не в ходе открытых процедур. Поскольку мы используем небольшие инструменты с небольшими браншами и с острой дисекцией, используем минимальную инвазивную технику, а не открытую операцию. И границы также теперь нам очень хорошо понятны. Видите, я перечислил здесь границы, медиальная граница, это визико-гипогастральная фасция, наружная подвздошная вена, это латеральная граница, вместе с мускулиспсооз и внутренней запирательной мышцей. И дальше нужно поискать все веточки внутренней подвздошной артерии и ветви внутренней подвздошной вены, чтобы убедиться, что вы провели адекватную дисекцию. Я надеюсь, что это для вас полезно. Большое спасибо, профессор Карачун, за ваше любезное приглашение.